Здорово, вояки! У микрофона Зуберг. Все вы знаете, что нас скоро ждет марафон по круче Черного Орла. Вот про первых два приза премтанка и рассказали Мэйла недавно. В этом ролике мы поговорим про младший прем Т-55 Энигма, иракская модернизация советских Т-55, которых у страны накопилась по 2000 единиц. На рубеже 90-х и 2000-х руководство государства, серьезно ослабленного Иран-Иракской войной, пришло к пониманию простой истины. Т-55 защищает свой экипаж только от легкого вооружения. Что современные снаряды, что противотанковые ракеты с легкостью пробивают машину. Нужно было быстро и главное дешево обновить парк 55. Эта задача была решена в рамках разработки комплекта дополнительного бронирования, как наиболее посильного улучшения машин. В 55-ке Энигма получили 32 блока спецброни из сэндвича стальных, алюминиевых, резиновых пластин и воздушных промежутков между ними. Такая защита вполне себе позволяла рассчитывать на серьезное противодействие кумулятивной струе, но вот против бобсов ее впоследствии оценили как малоэффективную. Комплект включал в себя по 8 блоков брони на бортах корпуса, по 4 на щеках башни, 2 на лбу корпуса, 2 маленьких блока для защиты над гусеничных полок и выносной экран противовес на затылке башни, состоящий из 4 блоков. Также в броне корпуса обули прожектора машины. Стоит отметить, что движок остался прежним, 580 кобыл, а вот возросшая на 4 тонны масса серьезнейшим образом сказалась на динамике танка. Впрочем, это мало повлияло на боевой путь Энигм. Они были буквально сметены с тактической карты вторжением США и союзников. Слишком велик был разрыв в технологиях. В рамках игры Мэйл обещает, что 55 Энигма превзойдет оригинал бронированием, обзором, скорострельностью и точностью, но потеряя часть динамики. Все-таки 4 тонны бронежира это вам не в лужу пернуть. Энигма заедет на третий уровень и уже сейчас можно прикинуть плюс-минус ее будущую судьбу. ВЛД достаточно крепок, защитит ее от БФСов, но вот НЛД и дыры под крюки на ВЛД будут легко уязвимы. Башня в целом жирненькая, вызывает вопросы только области по бокам маски. Наверняка там так и останутся старой 240 мм брони. Особые же надежды я возлагаю на бортовые экраны. Если Мэйл не пожмотится, то может выйти интересный геймплей с ромбованием, а может даже и с обратным ромбом. Чем черт не шутит? Пушка явно будет специфичная. Все-таки 250 мм пробоя немного, но вот скорострельность по заявлению мыла будет выше, чем у 50 пятки. А теперь внимание прикол. Знаете сколько сейчас заряжается 50 пятка? 4,7 секунды. Если у нас будет быстрее, это вообще какой-то космос. По итогу вырисовывается эдакий передвижной дот с немаленьким набором уязвимых мест, но плюс-минус защищенный от кумулей, ракет и бфсов. Изюминкой проекта может стать бешеная скорострельность при довольно слабом пробитии. Посмотрим, выполнит ли Мэйл данное обещание. На этом все. Спасибо за внимание. Поддержите меня лайком и комментом и приходите еще. Будет интересно.